Дорогие вновь прибывшие случайные прохожие, специально для вас под видео я набросала пару слов, чтобы помочь вам сориентироваться, что здесь происходит. Еще один я забыла рассказать, я там в предыдущих видео рассказывала, упомянула, что, не знаю, правильно ли это было сказано, перевоспитывала Криса, такой был весь властный, но он действительно был очень властный, если руку поднимет, ударит, то голова откатится на метров 30 хорошо, потому что рука у него была такая тяжелая, в общем, ну неважно. И вообще вот он какой-то тяжелый был, характер тяжелый, телосложение тяжелое, он такой тяжелый был, в общем, ну и, короче, расписались мы, значит, ну и проходит какое-то время, и он мне говорит, значит, ну уже вроде все как бы успокаивается, все нормально, и он мне говорит, Оля, мой день это четверг, значит, а я как-то не поняла, я говорю, в каком смысле твой день четверг, он говорит, ну понимаешь, у нас здесь есть традиция, что мужчины, значит, выбирают себе в течение недели какой-то день, и это их день, они идут там, 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 с друзьями встречаются, где-то могут в баре посидеть, могут где-то выпить, там, там, пойти, там, ну что-то такое, короче, это их день. Я говорю, ну я же не вчера родилась, я говорю, я так не моргая ничего, говорю, о, хорошо, тогда пятница мой. И чувствую, он так, значит, меняется в лице, но он говорит, Оля, нет-нет, ты не поняла, это значит, ну я так уже сейчас своими словами, типа, но женщина, это не распространяется. В общем, да, уже прошло, уже прошло где-то, наверное, с месяц, а я уже, типа, видела эту тенденцию, все его братья, значит, у них у каждого свой день, в общем, но и в этот день они там могут шляться, там, по клубам, там, я не знаю, ну, короче, ну, все мы взрослые люди. Ну, такое, не-не-не, меня это не устраивает, в общем, и я, значит, говорю, то ли я была к этому готова, то ли не была, я уже не помню, но ответ у меня выскочил вот так, мне кажется, что я не была к этому готова, ну, может быть, это подсознание сыграло. Я говорю, ну ты же не собираешься по четвергам чем-то заниматься таким, ну, непристойным, там, изменять меня, он говорит, нет-нет, что ты, что, ты, я говорю, ну, вот и я не собираюсь, я пойду там, ну, в клуб схожу, это дискотека Советского Союза осталась, в клуб схожу, подружек себе там, с кем-то познакомлюсь, подружек себе заведу, в общем, ну, по магазинам пройдусь, ничего, ничего страшного, в общем, ну, вообще, короче, и тут он начинает зеленеть и говорит, нет, нет, ты не поняла, это наши устои, это наша традиция, это часть нашей культуры, а я тогда уже знала, что Кипр делится на две части, на греческую и турецкую, и греки страшно ненавидят турков, ну, и турки, естественно, отвечают взаимностью, и то, что турки-мусульмане, греки считали себя, ну, в тот момент, с людьми, с которыми общалась я на тот момент, это то, что я, я не знаю, что сейчас происходит там, но это то, что я для себя почерпнула, что, значит, греки считали себя, считают себя выше, потому что они христиане, христиане, крестьяне, а мусульмане, это так, многоженство, значит, жен там, значит, измываются над ними ни во что не ставят, не считаются с ними, не считаются с их мнением, все, короче, патриархат страшный, а греки, мы такие, мы цивилизованные, мы, значит, мы справедливые, все такое вот, поэтому, когда он мне сказал там про культуру и то, что там, это их не традиции, это все такое вот, я говорю, слушай, я говорю, ты рассуждаешь как турки, я не знаю, как у меня, как он мне случайно не оторвал голову, но он, конечно, он, наверное, я думаю, что если он до сих пор жив, так у него до сих пор звучит эта фраза в голове, ты не можешь мне говорить нет, потому что, типа, у всех, у отца, у моих младших братьев, у всех есть этот день, это все, я говорю, так нет проблем, я же не говорю тебе, чтобы ты этого не делал, хочешь идти, четверг твой день иди, пятница будет мой день, я говорю, значит, нужно было жениться на, типа, у нас так не заведено, я говорю, значит, нужно, давай мы разведемся, и ты женишься на киприотке, на гречанке, я говорю, потому что у нас так не заведено, мы христиане, мы христиане, и, типа, это неправильно, ну, короче, как ему было хреново, как его подкалывали, как там над ним подсмеивались, и он ничего не мог поделать, короче, ну, в общем, короче, он, он очень страдал от этого, но я не закрыла его в золотой клетке, я ему сказала, говорю, если ты считаешь, что я не права, ты, пожалуйста, ну, давай, пожалуйста, поговорим, ну, короче, он, крыть ему нечем было, и, получается, вот столько, сколько мы с ним не были, вернее, были, в общем, у него не было этого, его дня, поэтому, конечно, да, вот, это все накапливалось, а, я у него спрашивала, прошло время, я, естественно, ну, интересовалась, ну, что вообще такое произошло, почему, почему это так с нами случилось, короче, он не сильно вдавался в подробности, он просто как-то попытался мне объяснить, так забуалированно, что, ну, существует определенная схема, вот, ну, девочки, ну, по большому счету их никто не ворует, то есть, да, это проституция. Извините, тут кусочек испортился, я вставлю небольшую аудиозаплатку. Ну, в общем, схема такая, что ты лишаешься своего паспорта, то ли ты его сама отдаешь, то ли у тебя его забирают, то ли вот ты где-то теряешь, и у тебя, естественно, появляются проблемы с иммиграционной службой, так как ты не успел покинуть страну. Ну, и вот, типа, твои друзья, там, знакомые, помогают решить тебе твою проблему, так как тебе нужно где-то проживать, как-то обеспечивать свое существование, тебе помогают устроиться, типа, в ночной клуб, ну, как бы нелегально, то есть, ты будешь зарабатывать намного меньше денег, но, типа, здесь, как бы, ничего такого нет, нет ни проституции, ничего, ты просто вот на какой-то короткий период, типа, договариваются, чтобы тебя взяли на работу, поэтому вот пока ты работаешь в этом клубе, типа, помогают тебе решать твои проблемы, там, паспорт восстановить, все это, здесь, это целая система, и в это время, то ли тебя присаживают, там, на какие-то легкие наркотики, то ли тебе, ну, кто, кто менее покладистый, кто более покладистый, тому предлагают, там, чуть-чуточку где-то заработать на стороне, такая, ну, это уже идет склонение к проституции, то есть, там, все это делается очень мягко, тонко, ну, есть девочки, которые быстрее соглашаются на эти условия, а вот есть принципиальные, которые, вот, нет ни в какую, не хочу ни с кем идти, не хочу ни с кем спать, не трогайте меня, вообще не прикасайтесь ко мне, ну, к таким, наверное, применяются, применяются какие-то более жесткие меры. Мне тяжело рассуждать на эту тему и говорить вам о каких-то подробностях, потому что сама я через это не проходила, а Крис, ну, он не сильно поделился со мной тем, что знал он, а я думаю, что он знал больше, чем сказал мне. Как-то потихонечку человек втягивается. Я все это прекрасно понимаю, тем более 90-е, это было везде. Это было везде. Поэтому, в общем, ну, такое, делается-то постепенно, и такое, короче, он мне объяснил, поэтому, да, действительно, он меня спас. Да, действительно. Вот, ну, кто будет спрашивать? Нет, у нас не было свадьбы, у нас не было ничего, потому что как-то, ну, расписались и расписались. Ну, в общем, короче, и жили мы, поживали. Я говорила, что у него накапливалось, у меня накапливалось, и я понимала, что это не мое. Я также понимала, что я, как бы, ну, свою ситуацию, что сколько мне лет и все такое вот, что идеальных людей нет, что у меня тоже свой характер и все. Его родители меня приняли позже, и я им очень понравилась. И мать говорила его, что он изменился, он стал, ну, я не могу сказать, что более покладистый, но он какой-то вот, он стал другим. Но я не могу, я не могу знать, что она имела в виду, потому что я не знала его, как бы, до и после. То есть я его, как бы, формируя его, я его и познавала. Правильно я сказала? Да, поэтому, в общем, ну, короче, я им очень понравилась, и все такое вот. И там я и хозяйка, и как бы, все хорошо. А вот у него выбор кассы, вот. Значит, прислуга у нас была, звали девочку Саполи. В общем, ну, короче, стали мы с ним вместе жить. Я не помню, как это, короче, появилась эта Саполи. Мне кажется, да, мне кажется, что когда он жил сам, то у него не было своей личной прислуги, которая находилась в доме постоянно. То есть он частенько вызывал прислугу, по-моему, своих родителей, потому что у его родителей, как бы, детей маленьких не было. У братьев, типа, были маленькие дети, а у родителей не было. Это было просто два пожилых человека. Поэтому там работы было немного. И если я помню, то Крис брал прислугу родителей. Я не помню, как часто, то ли пару раз в неделю, то ли раз в неделю, ну, что-то такое. И она приходила и, короче, там делала, там, убирала в доме, стирала там, что-то там готовила, наверное. В общем, что-то такое вот. Но ему не надо было постоянно вот так, чтобы ему там тапочки подносили. А его, собственно, дома никогда и не было. Он вечно ходил где-то. В общем, а когда мы расписались, он, значит, тоже же нужна прислуга, уже жена, жена, значит, убирать не должна, там, готовить не должна, то не должна, не должна. И, значит, появилась эта Сапали. И девочка была, по-моему, с Шри-Ланки. Хорошая девочка, такая симпатичная. У нее тоже уже была семья в Шри-Ланке. Муж, ребенок. В общем, и она приехала, как бы, подзаработать. Контракт у нее был, все законно. Я не помню, сколько лет. То ли на три года, то ли на пять. Я не помню. Ну, потом это все можно продлевать. В общем, ну, неважно. Но она, значит, с проживанием. А с проживанием это как? Это... Я не читала этот контракт. Я не помню этих условий. Это было вообще, как бы, ну, это меня не касалось. Но так как такие проживания, такие условия, как она у нас жила, то есть человек совершенно подневольный. Выходных у нее не было. Но есть я не помню, чтобы у нее были выходные, чтобы она собралась, куда поехала. Во-первых, собралась, поехала. Я говорила, что дом в таком месте, что ты не можешь там выйти из дому, пойти, куда-то пройтись. Это в горах. Это нужно там добраться до города. Там ты не доберешься. В общем, как-то я не помню. В общем, ну, человек подневольный. Готовка была вся на мне, потому что она пару раз приготовила. И, ну, человек, видно, где-то с какого-то аула или что. Я не знаю. Она, может быть, мясо видела один раз в год или еще что-то. Короче, она приготовила, значит, что-то такое рисовое. Значит, рис. И если взять микроскоп, то, может быть, можно где-то найти маленькие кусочки курицы. Может быть. Но не факт. Ну, в общем, ну и там, наверное, какая-то морковка или там еще что-то. Ну, в общем, а рис, а Крис такой, он любил сесть и хорошо отобедать. Ну, в общем, и перед тем, как она появилась, какое-то время я готовила, потому что там нужно было, ну, он же не ожидал, не собирался жениться. А нужно было оформить этот контракт, это нужно было вызвать человека, это нужно получить визу. В общем, какое-то время я готовила. И когда, значит, она приехала, типа, он такой, не-не-не, все, Оля, ты не готовишь, значит, теперь прислуга. Ну, еще, короче, она начала готовить, и, короче, полетели тарелки, типа, где мясо? Она такая, ну, тоже с английским плохо. Она говорит, вот-вот, побежала к холодильнику, принесла этот кусок мяса ему, который в упаковке. Она там от этого куска мяса отрезала кусочек, короче, все остальное положила обратно в холодильник, чтобы уж на дольше хватило. В общем, и он такой, он на нее руку не поднимал, ничего, может быть, и убил бы, наверное, если бы меня рядом не было. Но, короче, пена летала со рта. Он говорит, зачем я покупаю продукты, если я, что мне, в холодильник, типа, голову туда засовывать и смотреть на это мясо? Или что, или в прикуск, или что, или в приглядку? Ну, вообще, короче, короче, бедная это была Сапали, он ее так, короче, наезжал на нее. Я говорю, да не переживай, я сейчас все приготовлю, все стану, приготовлю. В общем, так что уволил он ее с кухни. В общем, и он такой, типа, научи ее готовить свою еду. В общем, а она бедная, трясется вся, она прочее. Но она никогда эту еду не ела, ни картошку, пюре, ни котлеты наши, ничего этого не было. Поэтому, ну, как человек, это нужно приличное время, чтобы приучить ее к этим вкусовым ощущениям, этой гамме всей. Ну, вообще, короче, я говорю, да ладно, ради Бога, я сижу дома, я ничего не делаю, говорю, да хоть приготовить что-то, потому что я, если я, ну, я люблю свое кушать. Ну, потому что, откуда я знаю, что она там делает. В общем, в ресторане, да, это такое вот, но эта девочка приехала там с какого-то села, что-то там готовит. Я должна или через плечо все время ходить заглядывать, и аккуратно, и все нормально, она не плюнет, ничего. Ну, ну, такое, лучше я. Ну, в общем, короче. Ну, в конце концов, я отвоевала кухню, и, короче, я готовила. Такой-то случай был, значит, он такой сидит, и говорит, яблоко хочу, типа. Звоночка у него не было, но вообще, короче, она должна была где-то быть в дом большой, я уже показывала, значит, где-то в районе, чтобы он, типа, окликнул ее, чтобы она примчалась тут же, типа, что, мой господин, надо. Ну, короче, яблочко, ну, это тоже в начале самом. Ну, она пошла, достала яблочко, помыла, значит, положила, по-моему, его на блюдечко, в общем, ну, и принесла ему. Ну, в общем, скандал. Как ты себе видишь, что я буду кушать это яблоко? Я его что буду, как христианин, рукой в рот себе засовывать? Что я буду от него грызть? Я сижу, охренеть, что у нас в Союзе кушали яблоки. Именно так. Берешь, помыл, ну, и сидишь себе кушаешь яблоко. Ну, вообще, короче, она не знает, что он от нее хочет, она трясется вся. Ну, в общем, он говорит, короче, начал на нее, у нее тоже с английским не очень, и мой тоже не сильно в помощь. Ну, вообще, короче, он психанул, пошел, короче, разделал, почистил его. Значит, разрезал его, достал сердцевину, короче, на дольки, на все это порезал, значит, зубочистку там повтыкал. Очень, короче, там, короче, объяснил. Ну, когда он это все делом отюкал, он, короче, обрызгал все слюной. Очень, короче, начал объяснять, что если большие кусочки, то, значит, там вилочка, вот десертная вилочка тебе, если маленький, там зубочистка. Короче, что ты там начал, короче, объяснять? В общем, она боялась в доме вообще моргнуть, не то, что там вдохнуть. Ну, в общем, короче, она его боялась, как огня. Ну, в общем, ну и тоже я за всем этим наблюдала. К обеду, к столу нужно звать только тогда, когда уже все готово, значит, все было сервировано и все такое вот. Но я не росла так. Я росла, наверное, в семье. Поэтому у нас не было такого. Мы жили, как все нормальные люди жили. Да, были столовые приборы, там были какие-то салфетки, там все это понятно. Но вот такого не было. Но это понятно, что я другого уровня человек. И то, куда я попала, там совсем другие понятия. Я всего этому научилась. И, ну, как сказать, адапт. Ну, оставила это себе, приобрела это себе, оставила. Ну, и благодарна ему, что, ну, мне это нравится, такая подача. Вот, Пит говорит, ты меня так разбаловала, ты меня так разбаловала. Но все равно это приятно. В общем, ну, не важно. В общем, ну, вообще, короче, вот все, все, вот, все такое, куда ни плюнь, куда ни поткнись. Везде вот все такое. Да, к чему-то привыкаешь. Да, что-то нравится. А, еще к чему привыкаешь. Я помню, когда я первый раз зашла в этот дом, я, конечно, у меня, конечно, я была очень впечатлена. Это, если можно так сказать. Потому что я никогда в таких домах не была. Ну, где-то внутри я понимала, что, да, это как кино, это как красивые фотографии, там, плакат у кого-то на стене. Что это никогда не будет моим. И, да, можно вздохнуть и сказать, ой, как классно. Но на этом, короче, и конец фильма. Вот, поэтому я... Я никогда не рассчитывала, что это может быть мое. Вот, как это моя знакомая, она хотела, чтобы это было ее. Она представляла себя в этом доме. Она за это боролась. Она принимала какие-то шаги. Я же... Я как-то так в себе это... Тихо-тихо-тихо. Все, проходим. Проходим мимо. Это не наше. В общем, поэтому... И когда до меня дошло, что это мое, а это дошло не сразу, у меня как-то было вот какое-то такое, думаю, да, я уже здесь, да, я уже замужем, да, это мое. И мне казалось, что я никогда к этому не привыкну, что мне так повезло. Да, у каждого свои недостатки, да, он там темпераментный и все такое будет, но все остальное, ну, это как сказка. Я никогда не верила в сказки, я очень прагматичный человек. В общем, ну, когда это случилось со мной, мне казалось, что это, что это, вот это вот я пронесу через всю свою жизнь. Оказывается, это не так. Прошло какое-то время, и приходит этот друг, вот Криса, который, значит, с моей знакомой тогда был. Значит, приводит двух девочек. А, получилось так, что я, значит, в доме, дома, 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 я скучаю. И Крис говорит, ты знаешь, что этот мой друг познакомился с русскоязычными девочками, а они, по-моему, были туристки. По-моему, да. Познакомился с русскоязычными девочками, значит, и предложил, типа, может перевезти сюда для твоего общения. Нет, чтоб меня в город отвезти, оставить с девочками там, походить, ну, туда-сюда. Ну, короче, решил перевезти их. Хорошо, что он это сделал. Вот все, что не происходит в жизни, на то есть причины. Я этих девочек не знала, я не знала, кто придет, я вообще без понятия. Я просто знала, что придут какие-то девочки, которые говорят на русском языке. В общем, ну, и, значит, А, Крис говорит, я, значит, со своим другом, мы поедем, они собирались поехать на рыбалку. Привез этот друг его, этих девочек, никогда не забуду, переступают эти девочки порог уже моего дома, который я сама недавно переступала и была в ахуе, извините. И вот эти лица, вот это вот, ну, если я там в себе, ну, притупила эти чувства, потому что мне нужно было эти чувства притупить, потому что я знала, почему меня привели в этот дом, чтобы меня впечатлить, чтобы я наконец-то сказала, ой, ты мой принц, пошли наверх, значит, снимаю трусы. А мне нужно было, типа, ну, проконтролировать себя, чтобы, типа, ну, не выдать свой ах, короче. У меня хорошо, я хорошо с этим справилась, но я была в глубине души, я была в подвпечатлении. Так вот, значит, когда зашли эти девочки, им ничего не нужно было приглашать, и вот это вот, у них вот это вот такое чувство. Просто когда смотришь на дом, когда подъезжаешь к нему и смотришь на дом, то он, да, он отличался своей архитектурой от других дизайнов, потому что Крис его дизайнировал, его делал сам. Он сам составлял проект, сам чертил, он его сам строил. Правда, ему пришлось этот проект несколько раз переделать, потому что он хотел, чтобы его бассейн был и в доме, и на улице, чтобы это был один бассейн, чтобы можно было занырнуть в доме и выплыть на улицу. Ну, ему сказали, что это как эта хлорка, там дезинфекция должна быть и все такое, что со временем это все будет, короче, пары, там туда-сюда, а на Кипре постоянно жарко. В общем, поэтому, короче, он отказался от этой идеи, короче, пришлось там несколько раз менять проект, но не важно. Короче, значит, но когда заходишь в сам дом, и получается, ты видишь вот этот вот бар, вот это белые мраморные полы, вот как-то вот все это, большие окна, вот это все, оно как-то вот, как-то первую секунду, оно так, типа, класс. В общем, и вот это то, что я увидела на лицах этих девушек, девочек, и я вспомнила себя вот эту долю секунды, когда я вот увидела контраст, который я, который, который был, и который я сейчас испытываю, что я сейчас хожу к этому дому, я уже не вижу этой красоты, этого белого мрамора и ничего, вот, поэтому мне вот эти вот моменты, они, они очень ценные в жизни, когда понимаешь, что ко всему привыкаешь, и не нужно привыкать, нужно ценить. То, что нас впечатляет, изначально, значит, это что-то, это нужно ценить. Поэтому, да, пришли эти девочки, и они говорили, что они видели этот дом снизу, там в гостинице, где они обитают, они остановились, они видели этот дом, потому что он очень отличался. И им всегда было очень интересно посмотреть, кто же там, что это за дом, что там в средине, кто там живет, вообще, просто анекдот. И тут они знакомятся с человеком, который конкретно друг этого Криса, этого владельца дома. Ну, очень невероятная история. Может, они его спросили, типа, ой, типа, дома, а этот, видно, сказал, да, это мой друг, хотите, типа. Наверное, так и было, но я не присутствовала при этом в разговоре, но я думаю, что так это более реально случилось. В общем, и, короче, друг договорился о времени, и, значит, вот они приехали. И, да, мы посидели с этими девочками, я там приготовила, мы покушали, посидели, и они такие прошлись по дому, они, да, ах, ох, 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 конечно, они, ну, в общем, ахали и охали, а я ходила, все время думала, думаю, боже, а для меня это уже норм. Продолжение следует...